Добрый вечер! Я журналист Расим Бабаев, это мой авторский YouTube-канал «Современный разговор». С удовольствием представляю вам российского политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солоникова. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Дмитрий, я прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы так оперативно откликнулись на мою просьбу принять участие в передаче на моем канале. Как возможно вам известно, что с ночи с 10 на 11 октября в Вашингтоне был обстрелян из автоматического оружия. Автомобиль посольства Азербайджана. Это не первый такой случай. В течение двух месяцев несколько раз посольства Азербайджана подвергались нападениям. В Лондоне это было, в Париже, в Бейруте. В Вашингтоне удалось тогда предотвратить органы правопорядка, вот такую массовую какую-то. И Министерство иностранных дел Азербайджана сегодня выражает озабоченность с тем, что такие же нападения на дипломатические представительства наших государств были совершены также в 2020 году в ряде европейских государств, а также в Лос-Анджелесе. Вот это вот как бы принимает как бы отрицательная тенденция, как вы можете прокомментировать ситуацию. И вот Азербайджанский МИД сообщает, что это радикальные армянские группировки действуют, конкретно указывая тех, кто виноват в этих теоретических актов. Да, смотрите, количество совершенных правонарушений, нападений на азербайджанские посольские, консульские учреждения и их повторяемость, скорее всего, действительно свидетельствует о том, что это уже не акты, произведенные одиночками, произведенные какими-то сумасшедшими или там неуравновешенными людьми, а скорее всего, это действительно спланированные мероприятия, которые организуются централизованно. Есть оперативная информация, где, как это будет производиться. Есть центры, которые эту информацию распространяют, организуют данные нападения, дальше освещают это в средствах массовой информации. Скорее всего, действительно, мы сейчас можем говорить о том, что действия армянских террористических организаций, которые были активны в 70-80-х годах прошлого века, сейчас возрождаются. Ну, не так, конечно, пока не с таким размахом и, к счастью, не настолько кроваво, как это было тогда, но попытка возродить в международной повестке дня армянский терроризм, да, скорее всего, это сейчас становится актуальной повесткой. К сожалению, это происходит на фоне достаточно вялого вмешательства в этот процесс, очень слабой реакции на него западных государств. По Венской конвернции, по 22 статье Венской конвернции, именно на государстве, в котором расположена дипломатическая миссия, лежит ответственность за его безопасность. И здания, и средства передвижения являются неприкосновенными и гарантируют эту неприкосновенность именно страна пребывания. К сожалению, эти гарантии ни Лондоном, ни Парижем, ни Вашингтоном зачастую не выполняются. Поэтому вот такая попустительская, а иногда и поддерживающая армянские радикальные группировки, позиция Запада дает им развиваться. Вот был 20-й год, 22-й год, не принято активных решений тогда, не принимаются они и сейчас. Это все может привести к тому, что, чувствуя свою безнаказанность, армянские террористические группировки станут еще активнее. Они уже проявляют свою пока что информационную активность в Российской Федерации. Ряд российских политологов получали угрозы от армянских террористических группировок. Поэтому речь идет о том, что как международная структура они пытаются снова поднять голову. Дмитрий, вот вы говорите, что вот эти государства не обеспечивают достаточный уровень безопасности дипломатов, которые аккредитуют зарубежных дипломатов. Вопрос не каверзный, просто вот в России, в Москве. На память у вас есть какие-то вот такие же аналогичные террористические акты или акции в отношении различных дипломатических миссий различных государств зарубежных, аккредитованных в вашей стране? Ну, в России периодически были различные действия. Несколько лет назад была попытка выстрелить из гранатомета по американскому посольству, и тех, кто пытался это сделать, поймали. Это были российские деятели и судили. Конечно же, в каждой стране есть и неадекватные люди, есть и определенные радикальные группы, с ними борются. В России есть попытки, если подобные происшествия происходят, их дезавуировать. Тут все-таки, да, смотрите, опять же есть разница. Акции протеста и уличные манифестации – это одно, но когда поджигают дверь, когда обстреливают машину – это совсем другое. И в данной-то ситуации обстрел машин дипломатических миссий. Ну, вот я такого в России не помню. Дмитрий, я хочу вас попросить еще прокомментировать. Вы, наверное, следите за ситуацией, которая складывается между Баку и Ереваном. Идет процесс, значит, должен идти процесс сближения двух государств с тем, чтобы в конце концов был подписан мирный договор. Страны признали территориальную целостность друг друга. Вот последняя встреча была президент Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 6 октября, буквально неделю назад, в Праге в рамках четырехсторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Также Никол Пашинян впервые встретился с президентом Турции Таибом Раджебом, Таибом Эрдоганом. Но вот после этого опять мы видим реваншисты, оппозиция армянская или не оппозиция выводит в Ханкинди, значит, людей на акции не поминовения. По-прежнему нет, не выведены все вооруженные армянские бандформирования из Азербайджана. Как его сейчас, значит, охарактеризуют складывающиеся ситуации и конкретно вот игроков стороны Азербайджан и Армению? Смотрите, у Азербайджана понятная, простая, логичная, не меняющаяся в течение длительного времени позиция. Вся территория Азербайджана, исторически признанная всеми государствами, должна быть полностью под контролем Азербайджана и на этом основании должен быть подписан и договор о демаркации границы и договор между двумя государствами о добрососетских отношениях. После этого можно говорить о строительстве стабильного, развивающегося мирного общества на Южном Кавказе. Армения в данной ситуации периодически пытается там, как это, завести рак за камень, есть такая пословица, да, там, попытаться что-то здесь новое придумать. И сейчас Армения играет в такую сложную многоходовую игру. Во-первых, Пашинян пытается все больше и больше интегрироваться в западные структуры. Во-вторых, привести на на территорию линии соприкосновения, сейчас нельзя сказать о полноценной границе, поскольку договор о границе не подписан, наблюдатели из НАТО. Вот включение все новых и новых игроков в процесс стабилизации на Южном Кавказе и даже в процесс обсуждения стабилизации на Южном Кавказе, так точнее сказать, это позиция армянской стороны. Ничего не мешало Армении подписать соглашение о демаркации границы год или полтора года назад, как это было предусмотрено трехсторонним соглашением 10 ноября 2020 года. Вот уже тогда Армения могла достаточно оперативно вступить на путь нормализации отношений, перехода к системе устойчивого развития, выстраивания новой логистической системы на Южном Кавказе, нормальная работа Зангизурского коридора, использование возможностей торговых взаимосвязей между сухопутной связностью Армении и Россией, Азербайджаной и Турцией, Россией и Турцией. Все это могло бы быть для того, чтобы Армения получала преференции для будущего развития. Но это не было сделано. И сейчас Армения, с одной стороны, говорит о возможности переговоров, возможности заключения соглашения, с другой стороны, всячески пытается еще раз поставить под сомнение, какую же границу Армения хочет затвердить. И вот то ли игра на попустительстве радикальных армянских группировок, то ли наоборот, даже не игра, а запуск этих группировок второй рукой, все время Пашиняном пытается быть разыграна как карта, давайте еще раз переговорим. И вступление в переговорный процесс все новых и новых участников, в том числе Франции, которая однозначно в данной ситуации является не сторонним наблюдателем, а союзником Армении и будет выражать ее интересы. Вхождение вооруженных представителей Евросоюза, Соединенных Штатов, а на самом деле стран НАТО на линию соприкосновения Азербайджана и Армении. Это попытка сделать новую игру, попытка еще раз получить дополнительные очки, дополнительные преференции для того, чтобы попытаться передоговориться, попытаться поставить под сомнение то, что было подписано практически уже скоро два года назад. Поэтому Армения все время лавирует. Казалось бы, Пашиняну выгодно быстрее заключить соглашение и начать новое развитие Армении с чистого листа, показывая позитивные возможности для армянского общества. Но этого не происходит. Тянет уже два года и, возможно, будет тянуть дальше, пытаясь новыми вот этими участниками, новыми сложностями в процессе переговорном что-то себе выторговать. Дмитрий, кроме вот этих акций протеста в Ханкензе, значит, в Гюмре у российской военной базы тоже проходила акция протеста с требованием выхода Армении из ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. И мы видим, что озвучивает позицию Москвы пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая выражает недовольство Москвы и Кремля тем, что западные страны пытаются как бы занять вот эту нишу, выдавить Россию из, как говорится, роли посредника между Баку и Ереваном. То есть Москва относится к этому очень ревностно. Как вы это вот можете, и кроме того, вот я, извиняюсь, добавлю, что вот Соединенные Штаты вот последние месяцы начали проявлять тоже активность в этом направлении, опять же, высказывают необходимость воссоздания нормальной деятельности, как говорится, минская группа ОБСЕ. Смотрите, ну то, что Пашинян произвел свой приход к власти, нельзя сказать там революцию, но там, да, фактически переворот государственный, пользуясь поддержкой западных НКО, прежде всего НКО, связанных с СОРОСом, ни для кого не секрет. То, что Пашинян во многом это западный проект, реализуемый в Армении, не является ни для кого тайной. Самое большое в мире посольство по численности населения находится в Ереване, имеется в виду американское посольство. И интерес Соединенных Штатов... По численности сотрудников, наверное, а не населения. Да, да, по численности сотрудников, конечно. Ну и персонала вместе с семьей. В этом отношении, да, конечно, зайти на Южный Кавказ через Ереван, вклиниться между Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном, вот здесь вот создать свой анклав, да, конечно, Соединенных Штатов крайне интересно. И они будут пытаться и пытаются это сделать. С другой стороны, да, Армения пыталась играть на ситуации членства АДКБ, провоцируя конфликты на границе с Азербайджаном, на линии соприкосновения, и все время пытаясь втянуть стороны АДКБ в данный конфликт, не за столом переговоров, не организуя мирный процесс, а с попытками заставить Россию воевать на стороне Армении. Этого не произошло, на подобные провокации Россия не поддалась, и у их организаторов это вызывает ревностное чувство. Вот они хотели организовать провокацию, они хотели заставить Россию воевать с Азербайджаном, Россия этого не стала делать, все, мы теперь, значит, с Россией дружить не будем. И эта политика и в информационной части, и в организационной, в Армении реализуется. Конечно, никакого позитивного ответа в Москве, в других странах АДКБ, такая позиция Еревана вызвать не может, и по этому поводу, конечно же, российский МИД высказывался. То, что Ереван идет по пути украинизации, по пути, начерченному там западными политтехнологами, но это видно, да, там, прославление нацистских преступников. Вот это мы видели в Прибалтике, это мы видели на Украине, теперь это же самое происходит в Армении. Там память Кинге, осужденному как пособнику фашистма, сейчас это чуть ли не национальный пульт Армении. Попытка привлекать все больше и больше западных организаторов, западных спонсоров в политический процесс. Активное участие западных НКО в государственной политике, в подготовке кадров, это мы сейчас видим. Выдавливание русского языка, выдавливание русских школ из армянского общества, это мы сейчас видим. То есть, фактически, да, конечно, Армения сегодня, это там Украина вчера. Очень бы не хотелось, чтобы Армения завтра стала Украиной силой. Как вы считаете, возможно ли вновь повторение того, что самый свежий пример того, что было 12-14 сентября, когда армянские ОС, как вы сказали, с целью привлечения стран ОДКБ, совершили провокацию против азербайджанских военнослужащих на границе. В принципе, условная, как сейчас говорится, граница. И, как мы знаем, наверняка за последние 30 лет, когда между Баку и Ереваном намечались какие-то прорывы позитивные, армянская армия, армянская сторона прибегала к провокациям. Вы ожидаете снова каких-то обострений? И если да, то как можно их избежать? Обострения, к сожалению, не могут быть. Утверждать, что все дальше будет идти гладко, нет, конечно. При этом обострения могут быть разные. Вспомним, что в Армении уже однажды был государственный переворот с расстрелом парламента практически, когда Армения была готова начать, предыдущее руководство готова было начать процесс нормализации отношений и выхода с оккупированных территорий Азербайджана. Наверное, вот до этого сейчас не дойдет. Но, во-первых, армянское общество не настолько централизовано, не настолько управляется и премьер-министром, и президентом. Там есть разные силы, которые считают для себя возможным по-своему формировать внешнюю политику. И могут быть как низовые провокации, не от даже генштаба, а от командующих частей или самостоятельных террористических формирований. Это возможно. Также возможно гнетание обстановки на международных площадках и продолжение нападений на посольские и консульские учреждения Азербайджана. Говорить о том, что все, мирный процесс теперь безостановочно будет идти дальше, там локомотив запущен, впереди прямая дорога, нет. Сложности будут, и игра вот на возможностях радикальных группировок будет продолжаться, и Пашинян будет продолжаться ссылаться на их действия, объясняя, почему он не идет на те или иные шаги. Мы уже один такой пример видели, опять же, совсем недавно, когда Пашинян сначала написал в соцсетях, что он готов подписать документы, которые однозначно положат конец конфликту Армении и Азербайджана, спровоцировав таким образом массовое выступление. И после массового выступления отказался что-либо подписывать, сказал, что все-все, ничего не будет, видите, массовое выступление. Не говорил он об этом, не пишет он об этом, а как сильный человек, как сильная личность, как уважающий себя мужчина, сначала подпиши, сначала сделай, а потом объявляй. Наверное, все было бы спокойнее, сначала бы подписал, сначала бы сделал, дальше бы уже договаривался со своим населением, почему он, имеющий эти полномочия, то или иное решение принял. Раз пошел по другому пути, значит, и не собирался ничего подписывать, значит, ему нужен был информационный повод для того, чтобы запустить массовые протесты и на их фоне не идти на подписание документов. Вот такая игра может продолжаться долго. Да, Дмитрий, мы помним, что, помните, года два-три назад он, как бы, война шла, ну, как выяснение отношений между Николом Поршиняевым, премьер-министром и составом, значит, высшего Верховного Суда. А сейчас вот еще бытует мнение, что некоторые институты власти, как говорится, он уже осилил, как глава государства, а вот в высших эшелонах армии до сих пор сидят вот те, кто пришли на должность при, значит, руководстве страной Кочерианом, Пошиняном, и вот они до сих пор вот этой выполняют как бы задания партии войны. И как бы он не способен полноценно вот как бы всей структурами руководить. Ну, возможно, и так. Смотрите, да, это на самом деле очень сложный такой для анализа момент. Что здесь больше? Пошинян играет с радикалами, используя их для своих целей? Или он совершенно искренне хочет добиться быстрого подписания мирных соглашений, но злые радикалы ему это не дают. Мне кажется, что будь у него воля и будь желание, он бы с радикалами уже более активно разобрался. Сейчас все-таки идет больше игра, чем давление с той стороны. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что очень так всесторонне и терпеливо ответили на мои вопросы. Да, вам спасибо. Уважаемые зрители, значит, прошу подписаться на канал, ставить лайки. Вы смотрели эфир с российским политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым. Спасибо, Дмитрий. До новых встреч. Спасибо, счастливо. А также оставайтесь на канале «Современный разговор» с Расимом Бабаем. Всего доброго. Счастливо. Счастливо.